здравствуйте сегодня мы с вами провяжем вот такие косы рапорт такого рисунка составляет 14 петель и 9 рядов это у меня уже внучка нахудожничала здесь в принципе все понятно повтор идет с 3 ряда и так начнем провязывать сразу третий ряд вы можете первый ряд провязываться достаточно просто 2 изнаночные 12 лицевых и опять 2 изнаночные 12 лицевых если вы провязываете несколько коз в ряд как у меня допустим так третий ряд кромочная 2 изнаночных вот у нас 12 лицевых мы их делим пополам 6 и 6 1 коса провязывается вправо делаем 3 петли оставляем на левой спице перед работой подхватываем среду следующие 3 петли снимаем возвращаем на левую спицу и провязываем лицевыми 1 2 3 4 5 6 теперь следующие 6 петель мы делаем перекрест влево заводим за работу правую спицу пропускаем 3 петли и следующие 3 петли подхватываем опять-таки спускаем подцепляем левой спицы первые 3 петли и возвращаем следующие 3 все 6 петель провязываем лицевыми 2 изнаночные 2 изнаночные еще раз показываю 6 петель первые 3 оставляем следующие 3 перед работой подхватываем спускаем подцепляем многие пользуются дополнительные спицы кому удобно пользуйтесь я делаю так провязали 6 петель следующие 6 петель за работой пропускаем 3 петли следующие 3 подхватываем спускаем и подцепляем возвращаем и провязываем 1 2 3 4 5 6 2 изнаночных и кромочная так получается следующий 5 изнаночный ряд мы провязываем по рисунку лицевые петли лицевыми изнаночные провязываем изнаночными итак следующий 5 лицевой ряд обратите внимание у нас 5 7 и 9 провязываются одинаково кромочная 2 изнаночные 12 лицевых 2 изнаночных 12 лицевых это уже вторая коса 2 изнаночных кромочная изнаночный ряд также провязывается по рисунку 2 изнаночных кромочная итак далее провязываем 7 и 9 ряд я провязала 9 ряд и 10 ряд изнаночный и теперь снова можно провязывать третий ряд где мы делаем перекресты для кос этот этот рисунок можно таким рисунком вязать лала кардиганы свитера спасибо большое что вы были со мной удачи и до следующих видео